Совсем недавно я сделал ролик о читах, обманщиках и фейковых магазинах аккаунтов, дабы помочь вам не потерпеть фиаско. Однако покупка паленых хаков и псевдопрограмм для накрутки паков это одно, а вот читерство на турнирах за призовые в десятки тысяч долларов это уже совсем другое. Мне кажется, случаи читерства в турнировом Хейсе, которые по большей части происходят на онлайн турнирах, связаны в основном с использованием дектрекера, когда игроку тупо лень считать карты и шанс их выпадения, используя ту же ручку и бумажку. Тем более сейчас наличие дектрекера проверить сложновато, разве что экран игрока будет мониториться админом, но это уже бред. Однако это сегодня. Раньше дектрекера не существовало, да и пытаться обмануть систему 10-минутной задержки на турнирах такое себе дело. Однако несмотря на это, как и в любом другом кибер или просто спорте, такие неловкие ситуации происходили. И в этом видео мы поговорим о трех таких. Как же проигроки пытались пойти против течения и обмануть всех для собственной наживы? Усаживайтесь поудобнее, будет реально интересно. И конечно же не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ролик тебе понравится и окажется полезным. А за микрофоном, как всегда, плагиат и мы начинаем. И первый случай произошел на турнире Pinnacle 2 в матче игрока Хости и небезызвестного лайфкоуча. Ничего не замечайте? Выглядитесь в веб-камеру Хости чуть детальнее. Да. Кажется, что рамка со стеклом на заднем фоне показывает отражение двух мониторов. И картинка на первом уж слишком сильно смахивает на стрим с непосредственным турниром. И получается картами обоих игроков тоже. Как же неловко. Боже. После данного акта стрим снайпинга на редисе всплыхнул скандал, на котором жители форума собрали всевозможные улики, которые полностью подтверждают то, что Хости играл нечестно. Однако тут же всплывает вопрос. Зачем вообще стрим снайпить, если задержка на более-менее больших турнирах по ХСу ставится на 10 минут, не меньше? Все дело в оппоненте. Если вы вдруг не знали, Лайфкоуч АК Роупкоуч, то есть на русском Веревка Тренер, когда еще играл в Хардстоун, любил ходить ну крайне долго. Он мог досидеть до веревки даже на первом-втором ходу. И поэтому в этом матче задержка в 10 минут не влияла на игру таким колоссальным образом. С другой стороны, любой нормальный про или полупро игрок ХСа сумеет предугадать, какие карты оппонент имеет в руке к 10 минуте матча. Например, в том случае Лайфкоуч играл на хендлоке. И, соответственно, этот архетип на поздних стадиях игры не захочет разыгрывать древнего исцелятора на полное здоровье или выкидывать БГХ из руки без реализации его боевого клича. Что самое смешное, даже после этих невероятно палевных попыток получить преимущество над оппонентом, Хости проиграл со счетом 3-1. Ну что сказать? Если вам интересно, после этого инцидента команда, в который играл Хости, максимально быстро расторгнула с ним контракт. И таким образом игрок был похоронен. В переносном смысле этого слова, естественно. Сам виноват. Второй случай я лично считаю еще более нелепым. И произошел он на Харстоуновском DreamHack Open Summer 2014 в финале между RDU, который тогда был полным ноунеймом, и Амазом, который в свою очередь уже тогда был любимцем толпы. В отличие от прошлой ситуации, этот турик проводился на сцене как полноценный киберспортивный гранд-финал. Как один из игроков умудрился это сделать? Сейчас. Просто гляньте ролик. Опа. Что это? Рофлый в диалоговых окнах RDU? Окей. Неловко, но, впрочем, ничего страшного. И тут... На! Один из друзей RDU просто-напросто пишет ему единственную оставшуюся карту в руке Амаза. То есть сообщает, что это метка охотника. Нормально, да? Нет. Понятное дело, что даже если бы RDU не знал, что за единственная загадочная карта находилась у Амаза в руке, он бы не изменил свой ход с Алекстразой. Однако, если абстрагироваться именно от этой ситуации и взглянуть на подсказки из чата, то это же просто бред. И да, RDU победила Амаза на том турнире. И нет, его не дисквалифицировали. Но даже эта ситуация не повод хейтить игрока. Тут не было ни стрим-снайпинга, ни каких-то левых программ. И тем более инфа, которую дали игроку, никак не повлияла бы на его ход в той ситуации. Плюс RDU мог вообще не иметь никакого отношения к тем ребятам в чате. И поэтому ответственность нести он тоже не мог. Скорее всего, эти или похожие аргументы стали ключевыми, благодаря чему RDU и не получил таких люлей, как Хости. После произошедшего, Амаз моментально записал видео из своего отельного номера, абсолютно без монтажа. В котором попросил не обвинять Диму Раду в читерстве, подкрепив это тем, что когда человек проходит в финал какого-то большого турнира, его друганы сходят с ума и пытаются сделать все, чтобы их друган затащил катку и так далее и тому подобное. Так что в конце концов, никто ни на кого обиды не держит. Можете гадать в меня помидоры, но я считаю, что в этом моменте хоть что-то наподобие читерства и было, оно не решило ничего. Однако факт остается фактом, поэтому если вы собираетесь проводить турки на 10 тысяч долларов, как было здесь, то либо давайте игрокам пустые аки, либо наблюдайте за их геймплеем, как это делают в Китае, когда в кабинке к игрокам приставляют два работника, которые наблюдают, чтобы все было честно и справедливо. Ну и третий момент, это самый зашкварный и мерзкий способ, который игроки используют как намеренно, так и абсолютно не хотя этого. Я говорю о неожиданных, в кавычках, отключениях и потерях соединения. Даже когда я был на квалификации для квоты на турнир Близзо в своем местном Харстон Кафе, с одним из игроков приключилась такая беда, по его словам пропал Wi-Fi. Я уже не помню, переигрывали там или нет, однако если в кафе наврать сложновато, на мой взгляд, то на онлайн-турнирах за такое шоу плюс респекта не жди. Один из самых громких ситуаций, связанных с этим способом, который мне удалось найти, это матч между Митсухайт и Романа в рамках зимних европейских плей-оффов. Ситуация будет показана на скринах, так как это, видимо, было что-то типа квалификаций, и геймплей не записывался игроками, и тем более не комментировался. В общем, после двух поражений на грани вылета из турнира, оппонент Митсухайда Романа неожиданно вылетает. И что самое смешное, правило летал на столе в тот раз не сработало. После дисконнекта админы позволили провести рематч, и угадайте, что произошло. Митсухайт снова побеждал, но Романа снова вылетел. Хозяин Тверны даже не сказал свое фирменное «твой противник вышел». По всей видимости, Романа просто заафы кашил. Для справки, АФК расшифровывается как «Away from Keyboard», что дословно на русский переводится как «Отошел от клавиатуры» или «Отошел от компа». Ну все, кажется, второе соединение — это уже вряд ли совпадение. Но нет. Они играют третий рематч, и все складывается абсолютно так же. Митсухайт снова побеждает, но Романа отключается. Просто шок. Не представляю, как горел первый. Админы дают еще один рематч, и по всем законам жанра Романа в этот раз побеждает безо всяких отключений, что в итоге приводит к поражению Митсухайда со счетом 2-3, хотя по факту он побеждал 4-0. Я пока это вам все рассказывал, сам немного подгорел. Какой кошмар. Чтобы дать вам и себе немного остыть, вот вам наглядный стебный пример, как попасть на любой чемпионат по Хардстоуну от проигрока Чаки. Но на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился и инфа оказалась полезной. И в дальнейшем, если вы будете участвовать в различных турнирах, этот ролик поможет вам уличить нечестных игроков в обмане. Буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. К слову, если у вас есть какие-то предположения касательно видов читерства на турнирах, либо еще пару скандалов на просцене ХСа, которые вы хотите рассмотреть, делитесь в комментариях, может выйдет и второй выпуск. Очень жду на стримах на Ютубе и Твиче каждую среду и субботу в 18 часов по МСК и в своей группе ВК, где я постоянно делюсь новостями о канале, мемами и все в таком духе. Ну а на этом все. Желаю не попасться на такого же морально опущенного человека, как Романа, если ты будешь участвовать в каком-либо турнире. Ну а за микрофоном был, как всегда, Плагиат, и увидимся на стримах и в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok